Короче, есть игра Alan Wake, и если играл, это просто восторг. Я помню, как играл в неё ещё в 2010 году, и кайфовал атмосфера, геймплей, умеренный саспенс, всё, как говорится, моё почтение. Здорово, зайвал. И вот Remedy выпускает Control. А я что? Я сел за неё только в 2021 году. А знаешь почему? Да, потому что я только когда проходить её собрался, а точнее, когда уже её прошёл, только в конце, в титрах я узнал, что это создатели Alan Wake. И на фоне этих эмоций я расскажу про сюжет, поделюсь прохождением игры, и довольно-таки интересно. И не забуду поделиться своим мнением о плюсах-минусах игры, чё качать, чё кидать, короче... Тебя охуенно взялать. Игра начинается с плаката, точнее, с истории о плакате. В стене, вот я сижу, смотрю в него, он в тебя, и первые часы прохождения я... Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Это одна из тех игр, которая становится существенно понятнее, только если дополнительные диалоги с НПС все прожимать, только собирать постоянно записки, тогда тебе хоть более-менее станет понятно. Ну, либо гуглить, но это, типа, не так интересно. А итак, вернёмся к плакату. Вот захожу я в бюро, а там никого. Главное, на улице двигаешь, машинки там нету, люди есть, вроде как всё ок. Бюро пустотень. Но Джесси человек простой. Если ведёт нас куда-то... Сущность в виде гномика. Мы идём. И встречается местный уборщик. Ахти, или Ати, или Ахтит, я не знаю. Но, вообще, чувак довольно приколдесный, потому что со всей своей манерой он показывает, как ему... Вообще, похуй ё. При этом он принимает тебя за свою помощницу. Адя сам по себе персонаж в игре, я бы сказал, ключевой. Потому что его отрешённость, явное понимание происходящего и, очевидно, обладание некоторыми способностями, помогает нашей Джесси двигаться по сюжету. И, по сути, как начиналась наша игра с него, так практически благодаря ему она и заканчивается. Как бы умная мысль, прикинь, мы пришли, типа, как помощник уборщика. И в итоге мы поднимались дальше, дальше и убрались. Ну, короче, круто. Ну, и он нас направляет на интервью к лифту. Кого бы ты там думал, дальше все видим. Бля, я маслину поймал. Да, директора, которого мы ловим за суицидом. Он решает тихоря выпилиться, а хрупкая девушка берёт на себя всю ответственность, чтобы всё это разрулить. И всё бы ничего, но... Э, не-не-не, обдрось, обдрось. У нас только пистолет. Да, не простой, а паранормальный. Нормальный! Нормальный! И вот, подняв пистолет, выходим на связь с советом. Это местная сила, которая тусуется в пирамиде. Она нас обучает, даёт задания на учреждение ИСов будущих противников. Короче, главное, это какая-то конторка. Пистолет. По сути, это предмет силы. Таких в игре будет много, но суть всегда одна. Именно наш пистолет, это как шапка в Гарри Поттере. Она помогает отобрать идеального кандидата. Того, кто станет директором. И будет руководить бюро. Счищает бренный мир от влияния из альтернативной реальности. И всё это рассказывает Дарлинг. Довольно прикольный чувак-учёный, который на протяжении всей игры с довольно живым видом и подробно делится информацией о мире, его особенностях и много рассказывает о происходящем. Поэтому, если не проходил, обязательно залипай на его видосиках и его рассказах. Итак, подобрав пистолет, мы портнулись в старейший дом, где должны были пройти испытания. Разумеется, максимально простой из серии. Вот кнопки передвижения, вот кнопка бить. А теперь хватай пистолет и учись стрелять. Как ты понял, стать директором в этом мире, ну, максимально просто. Механика в игре не тривиальная, так как тут не просто перезарядка. У тебя есть тип батарейки. Что пистолета, что способности метания. Потратил? Жди перезарядки. Кстати, забавно, что Трэнч, тот самый мёртвый директор, будет постоянно с нами говорить. Обрывками невнятно, но в целом суть уловить можно. Он как бы осадок сознания, который трендит с нами. И вот мы двигаемся с пистолетом дальше, и что бы вы думали? Нами пытаются владеть ИИСы. Но нечто в нас сказало. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите. И нас отпустило. Пробираясь дальше, встречаем летающих в воздухе ребят и звуки однообразные, что они издают. Короче, по сути, они типа стали Wi-Fi'ем, который раздают заразу вокруг, и все, кто слышит, становятся ИИСами. И вот, добравшись до первой контрольной точки и обеззаразив её, убив предварительно первого мини-босса к нам, на связь выходит Пол. Это помощница доктора Дарлинга, того самого учёного в очёчках. И она сразу смекает. Мы дивергент. При этом резонный вопрос. Как ты выжил? Ответ будет простой. Рук. Это та самая штука на груди, которая защищает от воздействия ИИСов. Ну, у нас просто защищает штука, которая внутри нас. Она как бы уже намекает, что рук и голос в нас видно что-то похожее, и природу образования появления имеет одинаковую. Поговорив, мне предлагают пойти очистить заражённого агента. Агент крякнул, что сразу отмечают варианты очищения людей от заражения. Пол, разумеется, видела всё, и мы пошли на тет-тет-тет. Оказавшись наедине, Джесси рассказывает немного, почему вообще сюда притопали. 17 лет назад в ординариуме произошло происшествие, из-за которого туда съехалось бюро. Они поместили все под купол, и потому она искала всё это время бюро. Тут, в принципе, всё на этом обрывается, и она сама по себе говорит про существо внутри, про брата Дилана, и что обсуждать мы с ней это не будем. Там, в общем, было жутко сильное АМС, то есть, ну, АМС-то, короче, альтернативное мировое событие. И мы его, на удивление, перенесли в детстве. Дело, конечно же, засекречено, и кто и мог о нём нормально рассказать, всё тот же Дарлинг, который просто пропал. Он же, кстати, и придумал рук резонанса усилителя гидрона, переводится, который защищает от становления людей ИСами. Но кроме Дарлинга есть Стрэндж, который говорил про странный телефон. Тоже предмет силы, это способ связаться с советом, и, вероятно, с ним. Собственно, туда мы и направляемся. В процессе нас кидают очистить предмет силы, который, о господ, делает прекрасную способность нам, точнее, даёт. Телекинез. Лучшее, что получаешь в этой игре, наверное, главная способность, которую ты будешь постоянно прокачивать. А если не знаешь, что прокачивать, то прокачивай её по-любому, в смысле, это прям просто must-have. Безумно убойная штука, которая решает в любом замесе. Оружие, конечно, прикольно, но телекинез реально решает. И вот, пробравшись через известного и довольно простого босса Томаси, или Томаси, добираемся до телефона. И тут начинается главный прикол. Гостиница Ocean View. Своего рода КПП, которое можно пройти, точнее, нужно пройти, чтобы получить доступ в нужное тебе место. Поначалу нифига не понятно, но потом ясно, что жмакай на звонок, иди в первую комнату, смотри, что там. И дальше уже, ну, ты примерно поймёшь, что делать в следующих комнатах. Всё, прошли. Бежим к телефону, и там опять совет. И нам опять поясняют, что телефон — это связь с посторонними существами. Зачем, я не понял, но, видимо, почему бы не повторить. Телефон забираем, и теперь мы можем коннектить с Тренчем нормально. Далее опять тусим с полуп, который говорит, что все сектора изолированы. А значит, чтобы их снять, надо топать в сектор обслуживания, где мы, как директор, можем эту блокировку снять. Далее в этот сектор, это, кстати, территория Ахти, того странного уборщика, который на нашей стороне. Без него нам фиг понять, куда идти. Да и в целом, походу, это он нас направляет, так что движемся к нему. И как же снять изоляцию между секторами? Поль поможет найти Ати, но сначала надо будет убраться. Где он, бля? Сгонять и почини генераторы с насосами, а то энергоустановка взорвется и капец, какой, помогите и так далее. Потом по пути встречаемся с руководителем службы безопасности Эришем. Он говорит, как все плохо, что Айк греется и надо решать вопросики. При этом опять в речи упоминается Дарлинг, где в ходе разговора узнаем, что походу он был в курсе, что Ииси нападут. Побежав выполнять сюжет, мы встречаемся с побочками, где одна из которых дает нам щит, а другая рывок. Рывок довольно толковая штука, она помогает изредка выбраться из-под леща, а щит юзал я, ну, наверное, пару раз и точится случайно. Максимально, по мне показалось, бесполезная штука, тратит кучу энергии, учитывая динамичность боя, применение ее, ну, максимально какое-то непонятное. Первая часть с охладительными насосами довольно простая. Добежал, покидал в них блоки питания, отбился от волн, ну, вот все. Если не считать последнего этапа, где мы чистим засор. Зрелище, ну, довольно неприятное, даже чай перестал пить, но, преодолев его, чай пошел, конечно, на ура. Вот такой чаек. Ну и вот, когда засора нет, можно бежать делать вторую часть квеста, чинить энергопреобразователи АЭК. Схема далее, в принципе, такая же. Бегаешь, втыкаешь блоки питания, и, в принципе, все. Просто идем снимать изоляцию ручным управлением, и, пожалуйста, доступ ко всему открыт. Теперь мы возвращаемся к поп, чтобы поговорить за кашу манную, за жизнь туманную, и поделиться настоящей причиной, а зачем мы сюда пришли. Ну, отчасти. Рассказываем о младшем брате Дилане, о найденном на свалке с братом Диапроекторе, который, очевидно, был предметом силы. О том, что он открывал проход в другие места, и случилось нечто ужасное. Но, к счастью, им помогли. Они встретили существо, которое помогло. Это была Полярис, которая помогла и защитила. И, конечно, привела Джесси сюда. Ну и проектора они, соответственно, тоже отключили тогда. То самое существо, которое сейчас, как бы, с главной игры не двигается и является объектом общения. Вот этот Полярис, ну, собственно, она это и есть. Люди с бюро пытались их схватить, но Джесси сбежала. А братану не повезло. Его бюро забрало. Получилось, не фортануло. Вместе с Диапроектором, о котором Пол не в теме, ну, соответственно, мы сюда, поэтому и пришли, чтобы всем этим разобраться. Но она, пока шарилась в документах Дарлинга, нашла некоторые совпадения. Первое, что И6, или как в игре, ну, изначально Пи6, подопытный, которого готовили к становлению директором, тут мысль у нас, соответственно, возникает о том, что, походу, это Дилан. И вторая мысль о Гидроне и РУГ, которые, ну, очевидно, связаны, потому что эффекты они примерно одинаковые, судя по всему. Это защита от тех самых ИИС. Поэтому надо двигаться к Маршалу, которая отправилась в центр исследования для защиты РУГ. Но она явно в теме и может знать, где наш братишка Дилан. Маршал сама по себе такая типичная вояка. Максимально прямолинейная и все про всех знает. Ну, не зря же она глава оперативного отдела бюро. И дело-то в чем? Надо обезопасить лабораторию с рук, а то всех наших перебьют. Огневая мощь, конечно же, будем мы. Зачистив все и добравшись до лаборатории, нас ждет досада. Рукоустановка не работает. Побегав по закоулкам и ставив в правильном порядке карты, мы ее запускаем. И... Призма поломалась. А нужно больше камней. Ну, то есть самых призм, за счет которых она и работает. Понимая, что это может затянуться, а у нас уже, ну, прям горит, типа, что с братом? Ну, давай, расскажи, расскажи. Мы начинаем ее расспрашивать, но, соответственно, нас просто бортует. Пока бежим за черными камнями, напарываемся на еще одну побочку, где нужно очистить рентген, который дает нам способность к захвату. Честно говоря, в процессе прохождения не часто им пользовался, но в целом интересная штука, которая реально полезна только, ну, как мне кажется, все-таки при максимальной прокачке. Потому что посреди замеса, если на нее начать втыкать, особенно, когда у тебя мало хп, а можно просто рипнуться. Двигаясь к зоне переработки черного камня, опять нарываемся на гостиницу Ocean View, где нам нужно было одинаково расставить стулья, после чего все оно срабатывает. И нужный мозг к проходу у нас появляется. Добравшись, мы встречаем там Эриша. Если кратко, смерть, разруха и так далее. Это печально. Ну и две новости. Первое, вход прямо по коридору. Второе, там тусуется какое-то чудовище, так что иди сам разбирайся. Быстро добравшись до карьеры, покидали туда блоки, запустили взрыв, ну и благополучно камушки свои получили. Вот это удар! Вот это взрыв! На этом миссия выполняется. Пора вернуться и узнать у Маршал, где наш братан. Братан, короче, находится в бюро. Он тут самый подопытный, И-6, И-6. А и тут оказался еще 17 лет назад. Его готовили к должности директора, ибо он обладал лютыми талантами в сравнении с другими кандидатами. Но проблема в том, что его сила очень сильно исказила. И, соответственно, люди погибли, а он оказался непригоден. Причем странным был тот факт, что силы он получил явно из-за встречи с Полярис. Только вот почему она помогла только Джесси, но не ему, непонятно. Братишку держат в паноктикуме. Это местная тюрьма для предметов силы. Ну и, собственно, его. У него явно беда с башкой, поэтому отпускать его не рекомендуется. Пока за ним бежали, тут нам подвернулся движ с телевизором, который дал прекрасный талант левитации. Крутая фича позволяет двигать по воздуху и лазить куда надо. Тут игра становится куда веселее и динамичнее. Дальше самый главный Рамс. Брат Дед тусуется, потому что мы его не смогли найти там, где мы его искали. Он просто сбежал. А самое забавное, что он уже казался у Пола и сдался, говоря о том, что он не в себе. И понял, что и Исы, а им завладели. Но, в отличие от остальных, у него получалось их сдерживать и, типа, контролировать. Вернувшись к Полу, она, в принципе, рассказывает то же самое, и мы бежим на встречу с Дилоном. А он там. Пока на расслабоне, на чиле. Кроме того, что личность явно у Дилона разбитая, и Исы довольно сильно засели в нем, Дилона явно терзает момент, что Полярис не помогла ему. Не дала сил, не помогла, когда его заперли на уже 17 лет. Он рассказывает, что кроме него с собой бюро прихватило Диапроектор. Тот самый, что открывал проход. Пускал Исов и выпустил Полярис. Ну, и эти бедолаги пустили Исов в бюро через него. Дальше Дилон рассказывает, что, по сути, он сам пустил Исов. И они освободили его, избавив от Полярис. И, разумеется, он винит сестру. Говорит, что Полярис и бюро ее используют. В окончании диалога он нас направляет в сектор содержания, где мы сможем узнать ужасную правду о бюро. Собственно, куда мы и направляемся. Но только лишь для того, чтобы отключить Диапроектор. Найдя программу по отбору идеального кандидата, мы узнаем, что все это время бюро за нами следило. Все 17 лет. Они просто стояли и смотрели. Пробравшись дальше, натыкаемся на целиком воссозданный город, где все произошло 17 лет назад. Довольно интересный момент, который как раз и помогает, нам понять, куда же двигаться дальше. Они перетащили буквально целую свалку. И никто вообще не заметил в городе. Затем нам нужно пробраться в зал пространственных исследований. Но для этого нужно пройти лабиринт, который постоянно меняется. И просто так его не преодолеть. Кто нам помогает? Конечно, Ати. Но проблема в том, что он ушел в отпуск. И нам нужно его найти. Следуя заведениями, мы забираемся в какое-то мрачное место, где его и встречаем. Холидейс. 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 Ати? Холидейс. Ха-ха-ха. Там он дает нам плеер, и именно он, по его словам, поможет пройти лабиринт. Так как это очевидный предмет силы, видимо, ему его, наверное, подарил совет. Но это догадки, но вдруг. В этот момент все больше укрепляется в голове, что эти типа не столько человек, сколько, возможно, какая-то сущность, которая работает как связующее звено между советом и нашим миром. Либо он просто прокачанный тип, который как помощник директора, который почищает все за всеми. А дальше просто крутейший блок игры, от которого я был в полном восторге. Тут есть все, динамика, бодрый музон, куча крутых изменений ландшафта вокруг. Причем круто, что музыка синергирует с игрой и с тобой, а она максимально идет грамотно, а не просто обрывается в конце, а логично перетекает в самый момент завершения, что сохранило цельность происходящего. Причем в бою она активизируется, а в перебежках она становится наиболее спокойная. Все, что нужно, чтобы кайфануть. Если не играл, смотри и кайфуй. Если играл, давай вновь насладимся этим моментом. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА